если вы подумали что этот трейлер властелина колец то нет это новое обновление в call of duty мобайл всем здорово мужики обнова еще вчера залетела на наши с вами устройство поэтому сегодня я расскажу вам все основные аспекты нового обновления как обычно не буду затягивать со вступлением присаживайся поудобнее и приятного тебе просмотра grau 556 новая штурмовая винтовка она будет доступна только в четверг но ее можно уже сейчас пощупать в королевской битве так как ее добавили в лут пул я уже это сделал и она оставила себе очень приятные ощущения хороший темп стрельбы точность и отсутствие отдачи также у этой швы есть уникальное свойство разновидность мушек зависит это от того какой ствол вы выберете в своей сборке такой фичи раньше не было в нашей игре так что тоже можно считать нововведением всем ушки у вас сейчас на экранах раздел поддержка пополнился новым классом под названием кинетическая станция внимание внимание рекламная интеграция активижен заблокировали все способы оплаты и ты просто не знаешь как купить игровую валюту серёга со своим магазином сипи донат решит все твои проблемы нужны сипи пожалуйста нужна прокачка камуфляжей на твоем аккаунте пожалуйста серёга со своей команды даже индийский аккаунт для тебя может создать переходи по ссылке в закрепе его телеграм-канал и не бойся тратить свой на потому что ромчик плохого никогда не посоветую принцип ее работы максимально прост игрок ставит станцию и вся команда получает кинетическую броню она будет вас защищать от попаданий и впитывать себя около 45 урона в обычном виде и около 75 в улучшенном как мне кажется класс очень хорош именно для командной игры в соло против улочек он не особо поможет а вот в перестрелке сквад на сквад или же один на один впитать в себя парочку лишних пуль это маска правда стоит эту станцию ставить подальше от врага так как она разрушается с пару выстрелов из пассивных навыков при игре с этим классом вы будете быстрее поднимать своих тиммейтов и вставлять в себя плашки тоже очень нужные скилзы для командной игры варзон уже близится к релизу а разработчики мобильной колды все продолжают добавлять нам фишки из вазе на этот раз в нашу игру добавили казнь ну или добивание кому как удобно для того чтобы ее использовать нужно подойти к врагу со спины неважно жив он или валяется в ноги и нажать вот эту кнопку по сути функция второстепенная и не должна вызывать какого-то вау эффекта но меня пугает то что вас могут казнить прямо во время файта если окажутся сзади и прожмут кнопку да она появляется с определенного ракурса и работает максимально странно но ведь противник может и случайно на нее ткнуть не хотя этого и вы с этим ничего не сможете поделать молодцы разработчики добавляйте больше рандома в нашу игру сейчас доступна только одна стандартная анимация но что-то мне подсказывает что это ненадолго и скоро мы увидим различные анимации в рулеточках или ящиках ребаланс как обычно здоровый но мы пробежимся только по самому главному хвк увеличили количество патронов с крупнокалиберным магазином было 29 стала 32 также уменьшили перезарядку пустого магазина как я уже и говорил баф на королевскую битву не особо должен повлиять но так как я люблю стрелять до талого плюс 3 патрика и ускоренная перезарядка смотрится очень даже неплохо тем более с уроном хвк обязательно рассмотрим этот ган в будущем подан в очередной раз апнули увеличив дистанцию первый отрезок сборки теперь заканчивается на тридцать одном метре а второй аж на 49 я не знаю что в голове у разрабов и по какой причине они в очередной раз апают и так разрывающих своих врагов отдан но этот баф однозначно сделал его еще сильнее сикачу добавили первый участок урона который будет заканчиваться на 9 метрах раньше урон на первом участке был 30 теперь же он стал 33 и это должно очень сильно повлиять на ттк сикача для пп самым важным показателем является именно урон на первом участке баф на 3 единицы кажется максимально сексуальным если хотите обзор на сикач пишите за него в комментариях по dv подняли множители урона в грудь и руки с одной единицы до 1 целый 15 сотых тем самым по dv будет наносить вместо 27 урона 31 усиление аж на 4 пункта я уже для вас записал видео с пдв и лкашкой которая скоро выйдет и с учетом того что оно было записано еще в понедельник когда обновы не было пдв неплохо так себя чувствовала посмотрим сможет ли она после а по залететь в хит парад пп обрез получил очередной нерв теперь разрабы решили убрать ему пару метров на каждом из трех участков по идее это должно на него повлиять как минимум с пола он мне не очень понравился но в сборке особо ничего не поменяется обрез как ваншотил в поре так и будет ваншотить а на дистанции он и не нужен пока есть бай 15 и крым активижен вы двигаетесь правильном направлении пытаясь занерфить дробовики но тут нужны кардинальные решения своими мини нерфами вы практически ничего не измените обратная перемотка теперь перезаряжается не 45 секунд а 55 я если честно уже не знаю как это комментировать потому что они просто убивают мой любимый класс какой раз они нерфит перемотку 4 может быть 5 вы не хотите понерфить ударную волну которая может откинуть тебя в космос даже через стену а сори ударную волну они тоже пофиксили радиус теперь не 15 метров а 12 с половиной согласен это прям в корне поменяет волну и она перестанет быть метой нет пожалуйста поиграйте в свою игру проблема волны не в ее радиусе а в том что она вносит дисбаланс в close fight да хоть до 5 метров вы ее понерфите это не поменяет абсолютно ничего я понимаю людей которые с ней играют и это действительно крутая штука против дробовика но в этом нету ни грамма скилла я считаю что ударной волне нужно убирать урон а как считаешь ты напиши в комментариях мне будет очень интересно почитать твое мнение вот такую обнову мы получили в этом месяце ничего выдающегося в ней нету как я считаю обычное проходное обновление подписывайся на канал и стыдут впервые прижимай жирный мужской палец вверх и мы обязательно с тобой скоро услышимся пока